Добрый день, с вами компания Крофмонтаж и я Мороз Алексей. В нашем сегодняшнем репортаже речь пойдет о диффузионных мембранах, о правильном устройстве мансандрой кровли. Я пригласил к нам в гости на объект, который еще находится в работе, ведущего специалиста компании Деркин, Исаева Алексея. Добрый день. Добрый день. Который любезно согласился приехать. И хочу сказать, что накопилось очень много вопросов у наших подписчиков. И на нашем канале мне звонят много ребят. Россия у нас большая страна, с дальних регионов, с Хабаровска, с Якутии, с Сахалина. Задают вопросы, что у них эта тема плохо освещена. Если в центральном регионе еще более-менее, в Якутии, говорят, пошла мода, значит, в 2000-х на вот эти мансардные. Люди начали строить мансардные кровли и технологии толком никто не знал. И сейчас пошла волна переделок. И как раз мы хотим посвятить этот репортаж вот этой проблематике. Давайте начнем по порядку. С нижнего слоя, с пароизоляции. Пароизоляция какие свойства несет, какие функции она должна исполнять? Пароизоляция мы имеем в виду снизу, да, страница? Я понял, да, я понял ваш вопрос. На самом деле все очень просто. Она так и называется, пароизоляция. Соответственно, этот материал предназначен для того, чтобы блокировать попадание водяного пара из нашего помещения в нашу кровельную конструкцию. Когда мы монтируем пароизоляцию, она должна быть смонтирована герметично. То есть обязательно проклейка всех примыканий, обязательно проклейка всех проходок и герметизация по периметру, вся полная проклейка всех перехлестов. Пароизоляция нужно, чтобы заблокировать водяной пар, который у нас формируется в помещении. Особенно в зимний период, когда у нас в помещении плюсовая температура, плюс 23, на улице у нас, допустим, минус 15, создается разница парциального давления. Водяной пар, который у нас скапливается в помещении, стремится у нас попасть в кровельную конструкцию. То есть выйти из помещения. Теплый нагретый воздух поднимается вверх и оказывает давление как раз-таки на пароизоляционный материал. Задача пароизоляционного материала не пустить этот водяной пар в нашу кровельную конструкцию, чтобы не произошло намокание нашего утеплителя, деревянных стропил, ну и, собственно говоря, всей конструкции кровли. Объясните, а вообще есть какие-то виды пароизоляции? Или она просто одного типа? В принципе, таким образом можно любой пленкой настелить? Нет, конечно. Ну, на самом деле, если даже натянуть полиэтилен, это тоже пароизолятор. В принципе, задача пароизоляции, как я уже сказал, заблокировать водяной пар. Существует несколько видов пароизоляции. То есть это простая пароизоляция, есть пароизоляция отражающая. Это с нанесенным рефлексным слоем, как правило, наносится из алюминия. То есть что это дает? Какие плюсы, допустим, отражающие пароизоляции? Мы будем экономить на отоплении. То есть наш теплый воздух, поднимаясь, будет отражаться от алюминиевой поверхности. Да, и где-то порядка 20% у нас будет экономия на отоплении. Это вот если, допустим, сравнивать отражающую пароизоляцию с простой полиэтиленовой пленкой. Второй нюанс, почему нельзя использовать простой полиэтилен, монтаж. Вы занимаетесь монтажом, и как бы, как никто, должны знать, что когда идет монтаж пароизоляции, пароизоляция должна обладать определенной прочностью. Полиэтилен этой прочностью не обладает. И, естественно, когда он будет монтироваться, вероятность того, что монтажники его порвут, ну, практически 100%. Да, и вот в этих местах как раз-таки будут вот эти вот неприятные моменты, в которых будет водяной пар через вот эти разрывы, проколы, порезы и так далее попадать в кровельную конструкцию. Поэтому прочность пароизоляции – момент очень важный. И, помимо этого, существует еще пароизоляция, которая тормозит движение водяного пара, но все-таки постепенно его выпускает. То есть, такие пароизоляционные материалы тоже существуют. То есть, все-таки в пирог допускается, да, проникновение тепла? Да. Даже по европейским нормам существует допустимое значение конденсата, который может находиться в кровельном пироге. Так как у нас сверху находится диффузионная мембрана, в любом случае она этот конденсат выпустит. Самое главное, чтобы его не было слишком много, чтобы с ним могла справиться диффузионная мембрана. Потому что любая диффузионная мембрана, опять-таки, обладает ограниченной диффузией. То есть, она не может выпустить больше, чем она способна. Способна, да. То есть, если водяного пара будет скапливаться больше, чем может выпустить диффузионная мембрана, опять-таки, будет происходить накапливание его на элементах конструкции. Вот, поэтому, еще раз, да, пара барьер, который полностью блокирует водяной пар И пара барьер, который тормозит движение водяного пара Но в небольших количествах все равно он постепенно из помещения у нас уходит И тут же вопрос, а в каких случаях используется та, которая тормозит, блокирует полностью и немножко пропускает? Вот есть какие-то, значит, требования? Если речь у нас идет о доме с постоянным проживанием, то, как правило, используется пароизоляция, которая полностью блокирует водяной пар Если речь у нас идет о дачах, вот сейчас мы, по-моему, находимся как раз в дачном поселке То есть когда дом с непостоянным проживанием, то рекомендуется То есть он остывает, а потом опять нагревается Да, то есть идет цикл нагрева, охлаждения Тогда рекомендуется применять уже пароизоляцию, которая тормозит диффузию, но постепенно водяной пар пропускает Почему? Давайте представим ситуацию, когда мы зимой приехали на дачу, натопили камин, печь, все провели выходные Когда мы уезжаем, дом у нас теплый Но полностью всю вентиляцию мы перекрываем, потому что мы закрываем все окна, закрываем все двери Задвигаем жалюзи У нас в помещении находится огромное количество водяного пара Если мы поставим полный блокиратор, то этот пар будет у нас образовывать конденсат Как правило, в верхней части нашего помещения Если у нас будет стоять паробарьер с ограниченной диффузией, то есть способный выпускать эту избыточную влагу У нас конденсат образовываться не будет, то есть постепенно вся наша влага из нашего закрытого дома уйдет У меня бывало, что я приезжаю на какие-то объекты, на диагностику А даже хорошая гидроизоляция или пароизоляция, она просто неправильно смонтирована, перевернута стороной Поэтому и не работает Клиент говорит, ну вот же, я поставил хорошую, приличную гидроизоляцию и так далее Теперь мы перейдем, поднимемся выше пароизоляции Значит, межстропильное пространство Про утепление Скажем, для нашего центра России Сколько утеплять? Ну, к примеру, на мой взгляд, минимум 200 Для средней полосы это 250 Это снип наш, но, естественно, к сожалению, никто 250 не делает, но минимум 200, как вы правильно сказали То есть минимум 200 Потому что, когда речь идет о 250, да, нам приходится Брусок Да, наращивать стропильную ногу Да, да Тут есть некое неудобство, потому что в нашей зоне, да, в средней полосе, допустим, московской Я, допустим, клиентам рекомендую, ну, всегда минимум 200 Минимум Минимум, правильно А вообще, да, по нормам 250 должно быть Но вы сказали, что у нас стропила доски, только стандартная разметка Минимально, минимально 200 Вот экономить на этом ни в коем случае нельзя, иначе будут очень большие проблемы Потому что... И пословица, кашу маслом не испортишь, она как раз подходит сюда, правильно? Однозначно, но минимально 200, это тут вот 200, это минимум, как вы правильно заметили То есть, ну, лучше 250 Да Зимы бывают разные Ну, еще что вы хотите отметить по утеплению? По утеплению, именно межстропильное пространство, кровли По утеплению самое главное, чтобы была определенная плотность утеплителя Обязательно, да, то есть ни в коем случае нельзя на утеплителе экономить И шаг стропил должен быть чуть меньше, чем ширина утеплителя Чтобы, когда мы производили монтаж утеплителя, он плотно вставлялся у нас между стропильных ног Чтобы избежать у нас образования мостиков холода между стропилой и утеплителем Я хочу сказать, у нас мы так же делаем У нас шаг стропил 58, ширина утеплителя 60 Да, все правильно Он с хрустом входит четко в свое место Хорошо, разобрали момент Смотрите, давайте дальше мы переходим к гидроизоляции Значит, ну здесь гидроизоляция, тут обширная тема, ее масса на рынках Значит, и о системе вентиляции То есть гидроизоляция, она же несет функцию проводить и выводить из утеплителя влагу Да, все правильно Правильно? А она работает в связке вентиляции А вентиляция, ее задача убрать с подкровленного пространства То есть карнизный продых и коньковый, правильно? Все правильно Гидроизоляция непосредственно связана с вентиляцией И ее выбор зависит как раз таки от того, каким образом на кровле будет обустраиваться вентиляция Потому что есть два типа вентиляции кровли нашей утепленной Это двухслойная вентиляция и однослойная вентиляция Если речь идет о двухслойной вентиляции, то можно использовать в принципе любой материал, который не обладает диффузией Да, гидроизоляция, потому что там будет у нас вентилироваться пространство между гидроизоляционным материалом и утеплителем И второй контур вентиляции у нас будет уже между гидроизоляцией и кровельным материалом Но чем такая конструкция Плоха Это ведет к удорожанию Нашей конструкции Потому что смотрите И по работам и по материалам Ну вот к пиломатериалам Возвращаясь к нашему вопросу о Ширине стропилы То что она у нас 200 Смотрите, если мы будем делать двухконтурную вентиляцию То нам опять таки придется Наращивать стропильную ногу Да, это будет достаточно затратно И проблемы у нас будут с вентиляцией Когда у нас два контура Достаточно сложно вентилировать Поэтому я и в принципе все профессионалы Предпочитают конечно одноконтурную вентиляцию Это предполагает Использование диффузионной мембраны Которая благодаря Своим диффузионным свойствам Мы как раз ее держим в руках Которая благодаря своим Диффузионным свойствам укладывается Непосредственно сразу же на утеплитель И делается только один контур вентиляции Между диффузионной мембраной Вот он наш контур И кровельным материалом Который у нас ляжет на нашу обрешетку Это самый оптимальный вариант На сегодняшний день Что нам будет делать диффузионная мембрана Она у нас будет Препятствовать попаданию Внешней влаги В нашу конструкцию Так как обладает свойствами гидроизоляции То есть и конденсат Который будет образовываться на тыльной стороне Кровельного материала И попадать на пленку Он не будет попадать у нас в конструкцию И какая-то вода Которая если не дай бог Где-то что-то протекло Да, то есть будет блокировать Страховочная Страховочная функция, да И соответственно Благодаря диффузионным свойствам Весь пар, который у нас будет А он будет у нас в кровельной конструкции Она будет выводить Да, то есть наш утеплитель Наши стропила Будут сухие Не будет воды Не будет конденсата Это в принципе простейшая Я так понял Из вашей линейки Гидроизоляция, да Да, это самый простой вариант Скажем так стандартный По материалу Из чего состоит вообще Да, давайте Момент производства Момент очень важный Очень важный, да Может быть нашим заказчикам Подписчикам тоже это будет интересно Чтобы они обратили на это внимание Когда они приобретают Диффузионные мембраны Значит смотрите То, что касается данного продукта Как вы сказали Это самый простой Стандартный материал Трехслойный Изготавливается из полипропилена Очень важный момент Что соединение слоев Происходит при помощи ультразвука Что это дает? Это обеспечивает то Чтобы материал не расслаивался То есть не с течением времени Не под воздействием Расслоение материала Довольно таки прочное Я бы сказал Происходить не будет Да То есть если мы захотим Разделить материал на слои Мы сможем сделать его с вами Вот так сейчас Механически только Усилие применять Чтобы порвать его Нож, да Нож возьмет Но нож и должен его взять Потому что в любом случае В процессе монтажа Нужно где-то что-то подрезать Да Поэтому это нормально И собственно говоря Основную функцию Основную функцию Несет Как я уже сказал Третий слой Который находится внутри Между верхним И нижним слоем Полипропилена Как раз таки Вот этот внутренний слой Обеспечивает Свойства гидроизоляции Почему я на этом Акцентирую внимание Потому что К сожалению Очень многие Производители Недорогих материалов Этот третий слой Не делают вообще То есть представлен Просто полипропиленовый Спанбон Который сам по себе Никакой Как сказать Гидроизоляционной Нагрузки не несет Это даже не пленка Это я бы даже сказал Марля Вот обувь заворачивают Подголовники В самолетах Да То есть это Протекает на раз-два-три То есть основной слой Находится внутри И мы его не видим А визуально Материалы очень сильно похожи То есть если мы возьмем Просто кусок полипропиленового Спанбона Он мало чем будет отличаться Алексей вот скажите Ваш совет Вот допустим Я занимаюсь кровлями Профессионально Но заехав Например на любой Строительный рынок Масса Гидроизоляции Там можно в них запутаться То есть я вот представляю Человека Несведущего Который собрался Что-то отремонтировать Кровлю Или утеплить Стоят Не буду называть марки Но их много просто И я уже устал отслеживать Какие появляются Новые на рынке И нам в компанию Звонят Предлагают на тест Гидроизоляционные Разные материалы И так далее Новые производители Да Маркетологи И так далее Я даже Ну Как-то побаиваюсь Пробовать Понимаете Есть понятие По товару И цена Да Если говорят Что она стоит Там порядка Тысячи рублей И Говорят Что все функции Выполняют Ну как-то Что вы Можете посоветовать Да Вот Людям Которые выбирают Да Или в поиске Гидроизоляции Ну смотрите Если речь идет О диффузионной мембране Когда я Как я уже сказал Материал должен иметь Три слоя Три слоя Да То есть Любой наш Так скажем Обыватель Да Мы с вами Должны прийти И Взяв любой рулон Пощупать Мы должны его Потрогать Или Не полениться Попросить продавца Отрезать Да И посмотреть Что материал Действительно имеет Три слоя Это На Вот Самый основной Момент Если Материал трехслойный Это уже что-то Да Если Трех слоев Нету Значит Такой материал Покупать Уже не стоит Потому что Как минимум Воду он держать Не будет Еще Очень важный момент Это Плотность Материала То что Положено Европейскими Нормами Это 130 грамм На квадратный метр Вот на эту Цифру Тоже нужно Обязательно Обращать внимание Она взята Не с неба И почему Именно такая цифра 130 грамм Позволяют Добиться Минимальной Минимально Необходимой Прочности Чтобы материал Не рвался В процессе Монтажа Не рвался Когда у нас Идут сильные Ветровые нагрузки Когда материал Парусит Очень легкий Даже когда Мы его с тобой Закрепили В этом месте Он начинает трепаться Соответственно Начинает рваться Ну Алексей Я хотел бы вам Задать еще вопрос От имени наших Подписчиков И гостей Которые заходят На наш канал Бред Делать гидроизоляцию Поверх утеплителя Там должна быть Диффузионная пленка С обязательным Вентзазором То есть Между утеплителем И гидроизоляцией Как сделано Здесь Стропила Гарантированно Сгниют Я ему парировал На что Это диффузионная пленка Но человек пишет Ерунду не говорите Законы физики Одинаковые для всех Если влаге некуда деваться То она никуда не денется Вам вероятно Необходимо Повторить школьный курс физики Ну давайте повторим Школьный курс физики Ну давайте повторим Почему диффузионная мембрана Может укладываться Непосредственно На утеплитель Потому что этот материал Пропускает водяной пар Если мы говорим О диффузионной мембране Которая пропускает водяной пар Образования конденсата Не будет Не будет Слышали дорогие друзья Не будет И следующий вопрос Вот самый распространенный Скажите пожалуйста Вот вопрос в следующем Конденсат Если мы правильно Сделаем по технологии Кровлю с продыхом Он будет вообще Или это просто Он будет как газ Испаряться скажем Или он будет каплями Все равно лежать Сверху гидроизоляции Либо если будет То в каких пропорциях Тут зависит от того Насколько будет Качественно И правильно сделана Вентиляция Вентиляция играет Очень важную роль Вентиляция играет Одну из основных ролей Если речь идет О мансардной крыше Да Вентилироваться должна Обязательно И сама мансарда И подкровенное пространство Если вентиляция Будет сделана плохо Или не предусмотрено Вообще Какие бы мы Супер материалы Не купили Наша мансарда К сожалению Работать не будет Любые вопросы Которые вам Задают ваши подписчики Можете адресовать Нам Мне Лично Я с удовольствием На них отвечу Алексей Огромное вам спасибо И рад знакомству Взаимно Откликнулись Приехали Раскрыли многие темы Для нас Для наших подписчиков Считаю Что разговор был полезным Интересным для вас И для наших подписчиков С вами была компания Кровмонтаж Мороз Алексей Пока Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова